Второй Суздаль, так называют Болхов, город-музей с большой историей ждет перемен, которые подчеркнут его самобытность и колорит. Новый облик обретет горсад. Это любимое место отдыха нескольких поколений болховчан. Вот это изюминка, которая мне, она в юности, она в памяти. Здесь постоянно играл вечерами духовой оркестр. В рамках всероссийского конкурса по отбору лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях жители Болхова высказали свои предложения о том, какую именно территорию необходимо благоустроить. Болховский проект «Сад-городок» победил и получил грант 50 миллионов на благоустройство. Мы в проекте закладывали эту изюминку, что это историческое место, что у нас место славится и город именно своей историей, своими царями, которые были, а их городе было семь царей в разные времена. И поэтому сейчас, как бы сохранить в этом месте, уже в новом облике, значит, ту изюминку, мы поэтому открываем вид на все три храма. Площадь благоустройства у нас 4800 квадратов. Ну, как видите, мы начали уже работы, погода нам чуть не позволяла. Ну, сейчас вроде все настроилось и мы начали работы производить. Новый облик городской парк обретет к концу лета. Будет восстановлен вход в парковую зону. В самом парке оборудуют две смотровые площадки. На одну установят качели, на другую круглую скамейку. А в центре горсада установят многофункциональную сцену для проведения праздника, фестивалей и дискотек. Будет здесь и фонтан. За мной сзади, значит, на этом месте, вот где люди ходят, был фонтан. Значит, из этого фонтана со временем сделали клумбу, которую уже сейчас демонтировали. Подрядчику пришлось учитывать особенности этой территории. По проекту липы должны были заменить молодыми саженцами фруктовых деревьев. Общественники выступили против. Их услышали. Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял решение о прекращении вырубки лип. Благоустройство этой территории он взял на личный контроль. С учетом мнения жителей города Болхова и требований губернатора Орловской области о том, чтобы мы сделали объект для того, чтобы люди могли сюда прийти, радоваться его виду. Во всех вопросах смогли разобраться. И на сегодняшний день уже рабочая группа, которая регулярно сюда выезжает, в том числе из общественников, советует подрядчику, что лучше было, где разместить. Ну, собственно, какие территории сохранить, какие обновить, что довнести в проект. И на сегодняшний день можно сказать огромное спасибо нашему подрядчику за внимание и к общественному мнению, и за внимание к самой территории. Параллельно со строителями на исторически значимой для города территорию будут трудиться археологи. Силы закона, все работы, которые здесь будут проводиться, даже включая дорожную тропедночную сеть, необходимо сделать шерфы и посмотреть, на какой глубине находится культурный слой. Это очень важно. Поэтому пока коллеги, археологи эти работы не завершили, мы можем сделать здесь только демонтаж существующих малых архитектурных форм, которые были. Сделали санитарную очистку сорных деревьев. И занимаемся разметкой будущей тропиночной дорожной сети, занимаемся разметкой установки опор освещения. Сейчас у археолога открытый лист получен еще в прошлом году, он действует до конца этого года. Соответственно, за всеми работами, которые сейчас проводятся, постоянно на объекте должен быть археолог, который ведет археологические исследования, в части проведения шурфовки в некоторых местах, и археологические наблюдения за теми работами, которые подрядчик проводит. Зачем это надо? Это нужно для того, чтобы установить культурный слой. Если не ведутся работы беззаконно, если они не нарушают российское законодательство, а ведутся по закону, то любое строительство не вред приносит, а пользу, потому что строительство подталкивает к проведению археологических работ. Плохо только то строительство, которое, нарушая закон, невзирая на запрет, самовольно проводит земляные работы, уничтожает нашу историю и строит произвольно то, что хочет. Значит, если же все сделано по закону, а в данном случае археологи привлечены, то перед любыми крупными земляными работами проводятся археологические раскопки, и тогда уже на этом месте можно что-то строить. Все дальнейшие работы по благоустройству этого парка будут проводиться под пристальным контролем общественности. В этом сезоне начнется обновление еще в одном городе Орловской области. Малоархангельск также выиграл федеральный конкурс на реконструкцию парка Пушкина. Он получил 50 миллионов рублей. Наталья Пехсерева, Кирилл Иванов, телеканал Первый областной.